Субтитры создавал DimaTorzok Очень приятно представить сегодня наших гостей. Это продолжение проекта Института театра «Золотая маска», который в этом году устроен в лаборатории «Визуальный театр». Ее куратором является критик Дина Годер, она же модератор сегодняшнего разговора. А дальше, соответственно, сидит Татьяна Баганова, хореограф, художественный руководитель театра «Провинциальные танцы» Екатеринбургского. И художники Павла Семченко, Максим Исаев, театр «Ахе». Инженерный театр «Ахе» Петербург. Ура! У нас есть не очень много времени, к сожалению. Мы в 15.45 должны закончить. И я надеюсь, что мы проведем эффективно, интересно наши... Сколько? Тра часа. Дина, я вам... Поскольку мы тут разговариваем, ну, так получается, в парадигме визуального театра, то я думаю, что сегодняшний наш разговор Татьяны с Пашей Максимом, которые выступают не только как художники, в данном случае как режиссеры, постановщики спектакля «Мера тела», которые кто-то, я надеюсь, увидит завтра, то на самом деле самый главный сюжет, который нас интересует, это именно возможность контакта, разговор о том, как соединяется тело, соединяется с работой художника, с пространством, с композицией и как у нас происходит в некотором смысле передача функций друг другу. Я знаю, что на самом деле и Татьяна, и театр Ахи в своих предыдущих работах очень долго шли как бы навстречу друг другу, потому что театр провинциальной танцы в большей степени, чем какие-то другие театры, любят работу с декорациями, с предметом, с какими-то вещами, которые мешают на сцене обычному балетному театру. А ребята очень много работают с пластикой, у них есть спектакли, которые в некотором смысле можно даже считать танцевальными, хотя они работают сами без хореографа. То есть это такое движение навстречу друг другу и в этом смысле, несмотря на то, что спектакль значится как постановка театра Ахи с хореографией Татьяны Багановой, это такое совместное сочинение. И здесь страшно интересно, каким образом это сочинялось, от кого что шло, вне формальных определений, вне того, что мы видим, что написано, что хореография одного человека, а декорации сценография другого, ясно, что на самом-то деле этот контакт гораздо более сложный. И строиться это гораздо более сложно. И самое интересное узнать, как именно, с чего началось и каким образом это сочинялось, что требовалось. Мы сейчас, может быть, чуть в меньшей степени будем говорить конкретные какие-то вещи про спектакль, потому что я боюсь, что просто многие его не видели. Хочу только с самого начала сказать, что у него есть некоторый внутренний сюжет, посвященный таблице Менделеева. И, может быть, ребята чуть более подробно расскажут, из каких компонентов он построен. Но самое главное, это нам сейчас не вгрызаться в детали сюжетные, поскольку вы все равно, большей частью, не знаете, как это выглядело. Только вот немножечко покажем. А узнать, каким образом, собственно, шло творчество таких разных-разных людей. Ну, я думаю, что я сначала отдам микрофон Татьяне, потому что это вообще была ее идея. Как она это придумала? Что она придумала? Как она формулировала задачу? И как дальше что пошло? Ну, на самом деле, идея состояла только лишь в том, чтобы все-таки поработать с театром Ахес, которым мы знакомы больше 20 лет назад и встретились с ними в Голландии. И вот их существование в таких маленьких ящичках еще в то время очень произвело на меня огромное впечатление. И когда я приглашаю в театр каких-либо художников, постановщиков, хореографов, то это всегда для меня открытый вопрос. Делайте все, что хотите. Это может быть ограничено изначальной задачей малой сцены или большая. Ну, и иногда бюджет. Поэтому, когда они приехали для знакомства и сказали, давайте делать систему, таблицу Менделеева, почему бы и нет. Но потом пару месяцев вообще никто не знал, что это и с какой стороны мы будем это делать. Все. Да, еще извините, я хотела бы немного поправить Дину, потому что вот в программке у нас на самом деле написано не режиссура, не хореография, а написано режиссеры, сценографы, хореограф, танцовщики. И это вот все это не тандем даже, да, это вот такая единая группа людей, создающая произведения, да. Поэтому авторство, оно вот распределено еще между танцовщиками в том числе, потому что очень много в процессе было заданий, приходящих со стороны наших чудесных мужчин, мужчин с корректировками с моей стороны и с совершенно какими-то фантастическими, неожиданными идеями от танцовщиков. И появление предметов тоже. Да, это очень важно ответить, что вот нам с Павлом, например, кажется, что подлинными авторами спектакля являются, конечно, танцовщики-исполнители, потому что мы отталкивались от их предложений и каким-то образом развивали, советовали. Татьяна занималась хореографией, но, конечно же, ни будь прекрасных танцовщиков не было бы, естественно, такого спектакля. А метод работы был достаточно для нас понятный, мы взяли таблицу Менделеева, но решили найти в ней какие-то человеческие, интересные для нас ситуации. Поэтому каждому актеру мы предложили существовать в парадигме некого элемента, то есть мы взяли из каждого столбика таблицы Менделеева по одному элементу. Потом чисто волюнтаристки, как вот нам кажется, вот просто по ощущению, например, мы решили, что мышьяк у него, как у человеческого персонажа, может быть такой характер, а у Меди такой характер, а у Мбибия, недавно открытого элемента, очень тяжелого и какого-то, совершенно другой характер. Потом нам стало очевидно, что просто характер это недостаточно яркое, недостаточное ограничение для артиста, чтобы он был выразительным. Потому что мы считаем, что истинная выразительность, истинная свобода начинается только когда максимально себя ограничить. Конечно, лимитация, в лимитации обретается свобода, и поэтому мы решили ограничить вообще как можно сильнее. Поэтому каждому элементу была приписана отдельная эмоция. Потом, следующий шаг, каждому элементу был приписан определенный тип танцевального существования. То есть там у нас есть и танго, условно говоря, и линдихоп, и гопак, и бог еще знает что. Потом мы решили еще как бы больше усложнить задачу и взять земледельческий круг праздников славянских и сделать такой полный описание. То есть мы сперва писали все физические элементы, которые существуют по одному элементу из всех групп системы Менделеева, взяли по одному элементу. Взяли все эмоции, которые нам доступны, взяли все танцевальные стили, которые нам доступны, взяли все праздники, сделали полностью цикл годичный. Брали праздники славянские не очень известные, такие как, например, головосеки, или похороны мух, или комоедица. Ну, там, может быть, другие вы тоже взяли. А, я хотел просто добавить, что мы взяли все вот это и разделили на количество танцоров, которые были доступны в данный момент, в тот... Я не помню уже, сколько их было. Двенадцать. Двенадцать, спасибо. Одиннадцать танцовщиков и Менделеев, который также активно принимал участие в создании спектакля. Более того, мы еще каждому танцовщику добавили свой собственный стол. И у нас декорация состоит из двенадцати столов, которые тоже неким характерным образом соответствуют элементам и характерам участников. Вот. А идея с таблицей Менделеева была навеяна идеей нашего светила, который сказал, что можно даже телефонную книгу поставить. И, собственно, мы не стали брать телефонную книгу, а таблицу, потому что ее проще читать. И приятно. Тем более мы как-то неоднократно были обвиняемы в увлечении алхимией, физикой твердых тел и сопротивлением материалов. Но у вас это уже не первый научный спектакль. У вас депо было какое? Да. Посвященное заблуждениям научным. Депо гениальных заблуждений, да. И более того, одно заблуждение перестало быть заблуждением, и поэтому, если мы будем его повторять, нам один элемент из него придется убрать. Планета Икс ее все-таки обнаружили. То, с чего у нас депо начиналось, это уже больше не заблуждение. Отлично. А давайте мы хотя бы маленький кусочек посмотрим, ладно, чтобы люди понимали, о чем идет речь. Можно нам, да, включить? Нужно еще уменуть, конечно, работу композитора, который подключился в творческий круг, удаленно, правда, но все равно у него была задача писать. Музыку по как раз характеристикам этих элементов химических, которые мы использовали в нашей системе. И после первого блока репетиции музыкального народа в некоторых кусках, она достаточно сильно изменена, потому что продолжительность эпизода. Невозможно было, уже хребракин выставил из таких музык, что невозможно было растягивать музыку или резать музыку. И в этом композитор уже четко писал тот эпизод композитора Николай Судник. Знаменитый санкт-петербург, отец основатель советского «Нойза» и гендастного музыка. Я хочу добавить, что вот с музыкой Судникой мы уже работали, у нас есть спектакль в «Познадежке», часть вторая, после вовлеченности. Там тоже есть очень большой кусок на музыку Николая. Вообще, вот когда мы говорим о создании спектакля, то наибольшей сложностью может быть было, когда спектакль уже выстраивается в единое целое, чтобы вот эти вот все составляющие пазлы, они сложились в единую линию и не только для зрителя, но вот внутри для танцовщика, для каждого. Потому что в процессе возникали именно моменты непонимания, танцовщики не видят себя со стороны, они иногда проявляли формы различного глубины недоверия, но это нормально, да. То есть при взаимодействии им казалось, что от того, что создание вот этого спектакля шло с другой стороны, чем предыдущие, допустим, варианты, и тем именно было ценно. И общение, почему? Вот я вообще корыстна в приглашении людей для постановок, потому что в процессе общения получаешь такой объем информации с той стороны, куда ты вообще не поворачивал голову. Вот, и я очень благодарна Паше с Максимом, получив вообще багаж информации, потрясающий просто. Вот, и я к чему? В течение спектакля у каждого танцовщика есть соло. То есть вот эти вот их проявления в работе с предметами, с танцами, с эмоциями, с хореографией, их собственный опыт предыдущего, вот все было привнесено и вычленено в такой очень сжатый момент. И в течение спектакля вы можете наблюдать единожды проявление очень сильного каждого персонажа. Мне вообще кажется, что это сегодняшняя такая очень важная тенденция, работа на границах, на границах жанров. И мы много видели, мне кажется, уже танцевального театра, в котором присутствует большое количество предметов. Если кто помнит, что и Пин и Бауш было довольно много предметов на сцене. Но здесь, конечно, это по экспоненте пошло. Здесь предметов очень много, и не только это стул, стол, с которым можно взаимодействовать, но это какие-то совсем маленькие вещи, что-то такое засовывается в рот, что-то еще. Какие-то вещи, которые, быть может, даже не очень видны зрителю. Он не совсем понимает, что это, но он видит, что что-то есть. Это изменяет качество существования. Это для артиста важно. Мы понимаем, нас это просто беспокоит, как зрителя, но мы не понимаем, что происходит. И дальше вот эта работа артиста и работа режиссера, который пытается с помощью этого чего-то добиться, какого-то другого типа существования. Вот расскажите, пожалуйста, про это, именно про способ работы с мелкими предметами, с вещами, которые не так очевидно работают, как нам там, не перепрыгнуть через стол, а вот что-то небольшое. Здесь много в этом спектакле. Как это работает с танцовщиками? Даже сложно объяснить самому себе, во-первых, откуда растут ноги у этих маленьких штучек, которые появляются. Какие-то вещи действительно появились от того, что мы пытались не то, чтобы изменить способ существования тела за счет помещения этого тела в какие-то непривычные условия, положить в карман два камня, это уже определенное физическое ограничение или дополнение, которое позволяет изменить характер движения, это очевидно. Но какие-то вещи возникали именно от актеров, от танцовщиков в том процессе, который мы изначально пытались включить и включили. То есть мы предлагали темы, предметы, с которыми можно эту тему как-то раскрыть. Потом ситуация, да, и как в этой ситуации этот предмет может пожить или развиться в сочетании с другим предметом. Ну, в общем-то, это такой симбиоз не только искусств, да, там, визуального и хореографического, но и симбиоз творческих подходов каждого индивидуума, который в этом процессе завязан. И какие-то вещи, которые, вот там, нитки из волос, это кто-то Ксюша предложила, например, да. И мы сначала так сопротивлялись, потому что нитка — это такой невидимый объект, он не похож на визуальный объект. Но потом как-то удалось его скрутить так, что он стал и видим, и повлиял на пластику, и хореографию в том числе. А расскажите, просто чтобы мы поняли, как происходит вот это сочинение, да, творческую кухню немножко. Вот, например, там есть такая сцена, которая, на самом деле, производит сильнейшее впечатление, когда Менделеев наливает какую-то жидкость, и по одной подносит танцовщиц, и окунают их ноги в эту жидкость, и они страшно кричат. Ощущение, что их... Они не все страшно кричат. Не все, потом хохочут, там, и так далее. Они реагируют. Кого-то радость. Да, но это такая... Сначала есть ощущение, что это соляная кислота. И он подбегает, чуть-чуть подливает, проверяя, видимо, меняет их реакцию. Ну, это гадание, это вот... Да? Ну, вот расскажите. Да, это один из праздников, связанных с гаданием, и вот что там... То есть у каждой своя история, что она видит, но это неизбежное, да, то есть через это нужно пройти, и вот что тебе предложено судьбой, да, то тебя это ждет и дальше. Но при этом это накладывается на те эмоции, которые мы тоже предложили вот в проработку ребятам. И тот крик, который возникает, тот дрык ногами характерный, связанный именно вот с этой эмоцией. А вообще, на самом деле, очень часто танцевание, особенно вот в классическом балете, да, если это не очень правильно с пониманием сделан, допустим, драм-балет, а вот когда уже он перешел в другую жанровую историю, очень часто бывает много пафоса, который, ну, такой смешной даже бывает, да, от того, что танцовщик, вот ему сказали, здесь ты должен испытывать вот это, и он не знает, за счет чего ему воспроизводить. Когда у тебя есть предметы, когда у тебя есть конкретные задачи, они тебе помогают не врать, быть правдивым и через телесное донести вот эту вот историю внутреннюю, да, событийность, она очень правильная, она не может перейти рамки, вот, ну, больше, да, или там, допустим, не дотянуть, потому что реально, извините, палочка, разрывающая рот, это палочка, разрывающая рот. Вот, ты не можешь тут врать, закрыть рот невозможно, да, и если там у тебя есть вот вместо каблука бутылочка из-под лекарств, то ты тоже ходишь, ты не на каблуках ходишь, ты ходишь совершенно определенным образом, и чтобы еще ее не потерять, то есть это очень такие более тонкие физические ощущения, которые они через все тело, тело, если отзывчивое, так скажем, гибкое, ментальное и физическое, то оно откликается и вот возникает, ну, на другом уровне существования. А значит ли это, что это вот для вас была такая новая идея, что раньше вы как-то никогда с этим делом не имели? Вот как вы уже говорили, то есть достаточно много существовало предметов и раньше, но в таком объеме и в таких мелочах, а самое главное, что если, например, ну, допустим, мы берем пост-энгейджмент, да, у нас там разного количества и размера мечи, да, проходящие через весь спектакль, которые надуваются, лопаются, в них засовывают людей, еще что-то происходит, но это как бы определенный единый образ, на который вся компания работает, и вот линия, она более ясная и понятна. Здесь больше именно пазловых маленьких таких вещей и состыковать единую для себя линию существования через весь спектакль, а потом соединить это со всеми, это гораздо сложнее, просто именно количеством, да, и вот количеством мелочей. Просто даже в начале вот этот вот взрыв мозга от того, что запомнить, что где лежит, откуда где взять, соединить это с музыкой и с другим партнером, это тоже требует определенной организации и другого существования. А значит ли это, что вы, может быть, теперь будете это пробовать в ситуации, когда будете работать без АХИ? Я не знаю, я не знаю, что будет следующим шагом, потому что вот здесь была такая задача, да, это все сочинялось вот вживую, и большой группой людей, и вот много материала вообще не вошло, да, то есть было много сделано, что вообще, как бы, ну так, ты сразу понимаешь, ну что-то как-то, или ты уже это знал, или тебе это неинтересно, и никуда это не выходит. Нет, нет, было и пару ярких, было и пару ярких, как бы, находок, да, но которые просто чисто концептуальны и стилистически, но композиционно, к сожалению, не подходили, но нет, Таня, были и хорошие вещи. Но мы же правильно очень сделали, что мы не взяли все от жалости. Да, это правильно, это правильно, конечно. Отбор, отбор необходим. Вот на самом деле должен был еще Саша Шишкин с нами здесь присутствовать, и я бы хотела сказать, например, вот, что работа с ним, она была несколько другая, потому что она происходила в других условиях. Если здесь у нас было жирных, да, жирных три месяца, там месяц, перерыв, еще месяц, потом доводки, то есть ты с этим проживаешь, твое видение через определенное время проясняется, да, или ты понимаешь, от чего тебе нужно отказаться. Идеи какие-то прорастают. Понимание наступает более четко. Когда мы встретились с Сашей, у нас было шесть недель на создание спектакля, вот от пункта, вот вообще нулевого, и он сразу сказал, я буду тебя обслуживать, давай. То есть я приехала в его мастерскую, и мы начали копаться в том, что есть. И на основе вот существующего, то есть вот он, что называется, работал, вот его идеи были, но они были как бы в рамках означенного, да. Здесь же вообще вот происходила, вот именно лаборатория такая, чем ценно общение, потому что, ну, то есть обогатился каждый, мне кажется. Я думаю, что для нас всех, ну, немаловажный такой аспект, вот в работе, в АХИ особенно, мы стараемся в каждый проект погружаться в какую-то новую для себя непривычную среду, там, допустим, хореографии, или скульптуры, или аэродинамики, там, неважно чего. В общем, исследовать то, что еще не приходилось, к чему прикасаться. И этот процесс, как бы, он, с одной стороны, неизведанный и увлекательный. Что там? Ну, как бы, художнику всегда интересно потрогать различные цвета, различные краски, помешать их так, в такой пропорции, в другой, положить на пол, на стену. Ну, и это касается тоже, в том числе, и хореографии, и сценографии, и объектов. Вот. Я не знаю, увлекли ли мы наших коллег такой вот ездой в незнаемое, но результат, по-моему, неплохой получился. Вот я хочу сказать с точки зрения… Нет, это не с точки зрения. Когда после спектакля часть зрителей делится своими впечатлениями, то вот этот спектакль, оказывается, он больше оказывается для широкой аудитории. Вот на удивление, да? Вот есть люди, которые очень плотно связаны с танцем, как правило, это какая-то профессиональная деятельность, они как-то говорят, да, интересно, но так мало танца. Ну, часть из них. А вот обычный зритель, он вот… И у нас был опыт показа для детей этого спектакля. 12-14-10 лет, но он был с небольшой лекцией перед. И вот у нас искусствовед, она так немножко и про Менделеева, и про систему. Вот лучшего зрителя они реагировали на всё, на узнаваемые вещи, они так радовались, когда они видели написанные элементы или что-то там. Ну, то есть вот спектакль прямо… Мы несколько лет подряд показывали такой абонемент, вот для… детский абонемент, как-то вычленяли из спектаклей куски, подходящие для такой зрительской аудитории. Но вот этот спектакль, он как-то вот получил наибольший отклик. И я к чему всё это говорю? Мы не знали. Я думаю, что из-за того, что это наше как бы вот… То, где мы застряли 12-14 лет, это поэтому как бы… Вообще, когда… Поэтому референтная группа. Мне на самом деле немножко не хватило. Знаете чего? Когда я вижу спектакли Ахе, я их видела много разных. И вот эта вот инженерная магия, да, как там верёвочку дёрнула, тут вот это поступательно вдруг произошло там что-то по кругу и через 10 минут взорвалось в другом месте, да. То есть вот какого-то такого момента… Вот в этих ожиданиях я себе всё выстроила. Его немножко не хватило. Мне показалось всё как-то, ну, изнутри просто, да, минималистично. А у нас ещё вот есть такой нереализованный проект. У нас есть три художника, которые объединены в группу. Это екатеринбургские художники. Они называются «Куда бегут собаки». И вот мы с ними пытаемся сейчас работать, но это была идея Центра современного искусства. Мы хотели осенью делать химическую свадьбу Розенкрейцера. Вот там художники, они с направлением в очень технологичную сторону, то есть они всё время создают какую-то… Вот у них есть там, например, куб, человек с кубом на голове, и человек ходит туда, куда его ориентирует куб. От этого выстраивается передвижение. Есть человек, ходящий по улицам, собирающий в определённый аппарат запахи, потом они как-то там… Это я не понимаю, как это происходит. Через компьютерные системы трансформируются и выливаются в звуки и формы. То есть вот это вот в таком направлении художники работают. И я к тому, что у нас может случиться после. Но этот вот… Пока проект полностью разработанный и даже сделанные несколько кусков таких пилотных, но он не получил финансовой поддержки, поэтому он пока в багаже. Но тем не менее видно, что вы пытаетесь всё время двигаться в сторону как бы современного искусства, выходить на чужое поле для того, чтобы меняться. Когда пишешь грант, это очень важно писать. Мы выходим на чужую территорию, на театральную, на территорию современного перформанса, привлекая зрителей. На самом деле это как бы… Ну, не это главное, но это на самом деле так. То есть это расширяет зрительскую аудиторию. И мне кажется, что сейчас это жизнь такая. То есть поток информационный, он непростой, он не может состоять из одной гармоничной такой визуализации. Ну, да, гармонии нет нигде. И в частности тут. А значит ли это… Теперь я вам адресую, что теперь ваши спектакли будут гораздо более… ещё более пластичными, и вы возьмёте какие-то инструменты, которые почерпнули у Татьяны. Ну, вообще надо сказать, что опыт общения с провинциальными танцами очень сильно повлиял на нас в плане ответственности, в плане телесной выразительности. Да, то есть как бы до этого, ну, как бы, ну, поскольку мы… Ну, как-то не было такого вот именно проникновения, то есть именно нас как театра. А что касается будущего, возможно, да, возможно, нет. Может быть, наоборот, какой-то супер-минимализм, неподвижность, и только болит пальцев у нас будет. Возможно. Ну, тоже. Но просто, может быть, теперь вы стали лучше понимать, как это работает. Ну, как это работает, это… С одной стороны, да, но ведь просто у ребят же такая, как бы, мощная подготовка, и как бы, как бы, язык, на котором они говорят, это их тело. И, как бы, у нас же совершенно другие тела, и понятно, как бы нам, ну, просто физически все это недоступно, но, как мы еще в детстве говорили, слабость актера может быть его козырем. То есть то, что ребята делают с легкостью, а нам это совершенно, ну, физически невозможно, может очень сильно эмоционально зрителя, как бы вызвать к нам сочувствие, там, сопереживание, не знаю, симпатию какую-то, или, наоборот, брезгливость. Ну, как бы, это тоже может быть инструментом. А еще одна вещь, которая тоже, мне кажется, достаточно необычна, то, что в этом спектакле танцующие артисты включают голос довольно активно, да? Это, ну, как бы, вообще это есть в современном танце, но у нас, мне кажется, в российском довольно нечасто происходит. Откуда это пошло? Мне кажется, так часто, точно так же, как используемое видео, ну, и очень часто неоправданно. Ну, вот, как бы, вот, возникшие естественным путем... Голосовые связки — это скрытые мускулы. Когда они напрягаются, появляется звук. И почему актер использует только, ой, танцовщик, исключительно поверхностные мускулы? Он же может задействовать и внутренние мускулы, в том числе голосовые связки. У нас есть очень разные мускулы, мы начнем использовать их всех. Некоторые используют... Известный пример Феллини, как он добивался вот этого прекрасного взгляда Марчелла Мастрояни, да, вот этого такого, я уже говорил нашим студентам, он говорил, Марчелла, сожми ягодицы. И все он использовал как раз внутренние, кому неизвестные мышцы. Всем известные, почему же неизвестные? Да, давайте мы еще кусочек посмотрим, потому что мне кажется, что было бы хорошо для того, чтобы... Вот, вот это, да. Опять же, я думаю, что те, кто видели спектакль Ахе, знают, что они очень любят использоваться от айпада. А здесь они используют подсвеченные рамки, которые выглядят очень похожим образом. Ахе- Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают доступен провинциальному муниципальному театру то есть это имеется ввиду с бюджетом связано конечно вот поэтому вот есть спектакль стрекоза и муравей сделанный почти в столе лежит должен был делать шишкин бюджете было отказано хореография есть есть идеи как это все должно выглядеть но сделать это некому пока то есть есть идея начиналось все как детский спектакль и спектакль для всей семьи но в процессе работы стало понятным что совсем не это волнует вообще не нужно это рассматривать ситуация собственной идентификации и потери и и да то есть вот это вот муравь муравьиная муравьиный коллективный разум распределенный на каждого муравья да то есть у них нет личностного у них есть коллективный очень много информации с теми же собаками было вот проштудировано чтобы понять в какую сторону двигаться и стрекоза как нечто очень красивое гармонично и совершенно другое и вот конфликт не в том что он ну вот она такая лентяйка и ничего не сделала да там сани летом не приготовила а в том что муравей может найти ей применение но при этом она теряет свою сущность и нужно ли это то есть может быть я живу только одно лето или делаю выбор что муравей находит мне применение как матки которая будет жить долго и откладывать яйца бесконечно то есть это вот как бы такая идея вот и на самом деле мы реально вот я хочу попросить у кого появится интерес это обращается к участникам лаборатории визуального театра тани есть да то есть мы можем пообщаться чуть более подробно но у нас пока на это нет никаких средств да то есть это могут быть какие-то идеи но выпустить нам это просто необходимо это очень хореографически но ведь станет бывают идеи совершенно финансово нет не не затратные ну как бы как бы идеи которые копейки буквально копейки тоже вот сижу и говорю что твои рамки ограничения они уже вот отсюда вот сжимаются вот вот до такого кусочка да то есть будь готов ну да а между прочим ведь существует такой но такая интерпретация басни про стрекозу и муравья на самом деле что это такая ну борьба против искусства это человек искусства с которым обыватель не нужен но обыватель не способен его понять как раз в это в этой басне или что там обыватель заказывает танцы после песен заказывает танцы а теперь танцы и типа пляши ему нужно да вот это доля поглощения массовым популярным искусством и совершенно маленькая ситуация концептуального современного искусства которое остается все для большего все более для меньшего количества потребителей до перцепиентов сужается да и на самом деле вот вы знаете есть такое вот став муниципальным я узнала такое слово смешное страшно смешное муниципальный заказ да то есть вот спектакль любой какой бы он не был гениальный наполненный философскими идеями действительно классно это муниципальный заказ если ты имеешь финансирование это значит что что публика должна ну не знаю ходить активно должны быть наполненные залы есть отчетность у всех театров да то есть это вот ну какие-то вещи которые при всем кивании головой определенных людей что да мы понимаем что театр не может быть рентабельным тем не менее с другой стороны у них есть отчеты и в общем это как-то вот мне кажется что эта тема она сейчас очень актуальна много ли вам приходится играть спектакли в месяц вот чтобы вот это вот оправдать все в муниципальную тут тоже есть сложности но на самом деле вот мы наоборот у меня идея чтобы театр был репертуарным вот вообще не дело когда театр существует допустим с двухразовым выходом на сцену в течение месяца да то есть это это не нормально для того чтобы работать реализовываться танцовщиком распространять свои идеи захватывать аудиторию и привлекать и открывать глаза я не знаю чувства это должно быть регулярно и гораздо чаще но это опять же связано назовите мне хоть один танцевальный театр у которого есть своя площадка свой театр в россии но это балетный театр это устоявшаяся форма нет современного танца допустим тетра ивмана нет ну вот сейчас да кстати у них нет площадки поэтому дело не в том что кому-то сложно выходить на сцену и работать наоборот это же а как получается так что у муниципального театра нет площадки предоставленные муниципалитет она есть вот площадка тюза шикарная после ремонта хорошо оснащенная площадка но это же площадка которая дается по указанию управления культурой вот два раза в месяц вы должны ее дать не четыре не шесть хотя бы два а тюз всеми силами говорит нет вы что никогда даже два не дает не дает но просто это все время в борьбе в какой-то происходит я бы хотел чтобы на самом деле вы начали уже подключаться поскольку это уже происходит то если у вас есть какие-то вопросы пожалуйста мы можем так все очень долго сидеть разговаривать но если вам хочется спросить что-то конкретное по поводу этого спектакля предыдущих будущих спектаклей татьяна или театра ахе пожалуйста задавайте вопросы можно у меня маленький вопрос я просто помню как я брала у вас интервью года не помню полтора назад связи с спектаклем который вы с шишкиным делали в большом театре и как раз вот у вас звучала тогда тема что вот теперь будет ахея скоро и так далее и как-то вы активно очень большим интересом говорили про женское и мужское и про взаимодействие борьбу какой вот панков какой он как том как я помню пытался подавлять вас или наоборот и так далее вот интересно как было с этими мужчинами я поправлю вот знаете слово подавление и борьба его там не было наоборот вот это гендерное деление мира да вот она для меня очень важно мне очень важно что появляются мужчины вот там ментальности образ существования все другое все совершенно другое и на самом деле если проанализировать приглашенных постановщиков то это всегда наверное мужская составляющая и и она приходит вниз не всегда из танцевального мира потому что мне кажется там много инфантилизма вот надо как-то а художники не чтобы крепло художники в смысле не инфантильные ну я пока мой опыт общения говорит что нет просто как что признали что им 12 14 лет но нет подождите это это ощущение мира это восприятие и это не всегда связано с инфантилизмом это с открытостью может быть связано с радостью с легкостью бытия какого-то но ответственность может быть совершенно другая у меня вопрос по поводу как происходила работа в плане хореографии и работы с предметами насколько это было совместно то есть либо это была какая-то выборочная история вот взяли предмет раздали их танцовщиком условно и далее вот работать со своей креативностью да либо это было ну и точно также с хореографии и как вот все вместе это рождалось в происходило как вот это стык где как как вы находили этот стык между работой с предметом и работой с хореографии в вот здесь сейчас там было видно допустим да ребята использовали предметы но при этом была хореография и как это одно из вырастал из другого либо это было какое-то прям конкретное вот я отвечаю за предметы а мы за хореографию потом это соединяем и там смотрим но тут ведь у нас же такой метод работы вот как татьяна правильно говорила да был такой лабораторный метод работы первый месяц мы просто занимались ну поиском нащупыванием языка как как вообще нам совместно можно существовать и поэтому тут возникло как бы два типа предложения один тип предложения мы приходили с утра и говорили ребята сегодня у нас есть палочки у нас есть такая идея мы зажимаем палочки между друг другом и как бы существуем в таком ритме посмотрим что из этого получается условно говоря с палочкой другой тип работы мы говорим ребята вот вам дается такой-то праздник такая-то эмоция и такой-то танцевальный стиль пожалуйста изучите вот что с этим танцем с этим народным праздником связаны завтра нам принесите какие-то показа мы это проанализируем что из этого как был интерес и и чудная работа а татьяна со своей стороны она занималась уже именно телесной выразительностью потому что мы как бы со своей стороны о это клёво по там по картинке по смыслу по динамике по образу а татьяна говорит это клёво но это как бы ну это уже все как короче это но нужно или вообще защитить или делать немножко по-другому поэтому тут как бы тут нету такого как бы универсального универсального ключа тут какой-то возник такой вот лабораторный метод до четкого разделения не было бы были задействованы оба эти способа и разделение и в то же время размытие границ где-то что-то потому что иногда мы тоже такие татьяну просили сделать обострить здесь именно как бы но резкость движений там что-то ну на каком-то своем птичьем языке но какому-то общему знаменателю сходились а можете вы как-то оценить танцоров именно с точки зрения открытости и готовности идти на какие-то эксперименты потому что все мы знаем что драматические артисты часто закрыты в этом смысле привыкшие к традиционному театру с ними довольно трудно делать что-то новое у нас была какая-то абсолютно открытости ну и то есть я не видел так какого-то неприятия там или ну ну то есть возможно ребятам было как-то это недоверчиво но в начале или может до самого конца а чему они не доверяли а вот мы можем спросить вопрос вопрос заключается в том что насколько вы были открыты и готовы принять все непривычное странное непонятное сложное что вам предлагали или вам казалось что не для этого я учился в танцевальном училище что потом мне кажется любой вид художества подразумевает поиска открытие чего-то нового если ты занимаешься тем что тебе уже известно это уже к художеству не очень то есть относится может быть техники отработки этих олащиванию но не художество удовольствия поиск поэтому нет все были открыты с интересом изучали себя то что можем выразить что что узнать о мире каких-то связях вот голове потому что тоже как бы ну не совсем как бы упертые идиоты там ты обязательно должен вот этой палкой сегодня плясать и все но как если видим что она мешает ну как бы если ну как как бы не гармонично если она идет поперек шерсти то чё ж тут ну надо как-то помочь артисту все-таки палку поменьше взять например или положить положителя вокруг нее поплясать как бы можно же гибкость проявить а начиная работать вы знали что собственно вам предстоит вы понимали кто такие ахи и видели ли вы что-нибудь до того ну да мы когда посмотрели видео где подвешивают людей друг ну за ноги к ним вниз головой дамы представляли что нас примерно ожидает вообще на самом деле я вот случайно пап ну максим мне потом объяснил что это не перформанс в трубе когда вы вот в такой трубе в аэродинамической все там дуло и раздувала и вы там в ню бегали это же не перформанс вот это было потрясающее совершенно видео вот именно это я и хотела чтобы было в спектакле но этого не случилось а вот таких вот моментов да вот по ним я как-то скучала немножко вообще мне кажется что вот существование в современном искусстве она становится таким и я думаю что это не просто в искусстве то есть уже вот как бы установлено что профессия то есть выбирая профессию ты может быть нет пока не понимаешь когда ты выбираешь профессию или там чем ты будешь заниматься на самом деле выбираешь образ жизни и вот это вот существование как бы такое гармоничное не в плане спокойная до в равновесии а именно вот когда тебе что-то приносит радость огорчение но у тебя постоянные вот интерес или даже допустим интерес в определенный момент пропадает и ты где-то вот там в прострации даешь себе упасть до конца какое-то время потом опять этот интерес возникает он предполагает что вот то есть тебе нужно ну тоже как бы понимать понимать что надо быть готовым к изменениям иначе ну вот ну для чего ничего не происходит ты в рутине и даже если это ремесло то есть когда уже вот все выстроенные у тебя идет техническая какая-то отработка да то есть если у тебя есть предмет он не должен тебе мешать с ним нужно сжиться чтобы он стал частью твоего тела то есть там тоже нужно не формально подходить к этому находить какие-то варианты новые у нас я чуть-чуть отвлекусь у нас для этого сейчас есть очень хороший финал у нас в декабре вышла постановка с французским хореографом называется после нас мы вот феврале показывали здесь этот спектакль ничего нет пустая голая сцена 11 танцовщиков свет завязан на танцовщиков он работает определенным образом то есть хореограф мышкой водит через компьютер там общем я тоже не могу это объяснить как это работает я потому что не очень техническом моменте сильна но вот он как-то так плавно перетекает очень красиво волнуется ощущение вот такие целый час танцовщики импровизируют у них есть задачи в определенные моменты там они в двойках в тройках соло в группах но они не знают что они будут делать да то есть вот партнер допустим есть задача двое один движется второй должен останавливаться когда ну то есть кто-то из них должен первый остановиться и второй среагировать но они при этом не должны вот просто шагать да то есть они танцуют они используют весь свой язык телесный который только возможен и вот этот вот спектакль он очень хорош как постоянная такая встряхивание мозга да потому что он там поначалу просто кипел в течение часа вот этих задач они разные но ты всегда вот в такой концентрации собран не концентрации собранности что ты видишь ситуацию принимаешь решение действуешь и все это вот как агент 007 да там высветилась на 30 секунд он все запомнил 18 цифр да и код отложился у него в голове все то есть это примерно нечто такое и вот это вот но это тоже такой новый опыт который вот мне кажется когда мы после него вернулись в меру тел да и там расчистилась пространство среди этих предметов потому что возникло гораздо большее спокойствие ума потому что раньше это было ну просто вот пришел а ножа нет потому что у тебя 25 предметов которые должны лежать в определенных местах и в определенный момент ты должен их где-то брать ну то есть это вот тоже организация себя и это тоже что-то совершенно новое готовности к изменениям мне кажется это ну как бы это вот стиль жизни такой а собственно вы пытаетесь сейчас вот мы говорим о том что вы ходите на территории современного искусства а работать непосредственно потому что все-таки в ексеринбурге современного искусства много но по сравнению может быть с москвой мало а по сравнению с городом не знаю красноярска много но в общем она живет на очень разных территориях вы пытаетесь на другие территории выходить но не только на там не знаю аффилированно там современными художниками в какими-то на не знаю на биеннале в каких-то новых помещениях включаться в чужую например не знаю может быть какой-то поскольку я спрашиваю я не знаю что но например вот последняя биеннале индустриальная как я знаю проходят проходила вот в этом этой гостинице которая подковой стоит вот туда-то мы как раз да не попали с этой свадьбой потому что там она и должна была быть премьерным вот как бы событием всей биеннале потому что денег а из-за денег да финансы все было разработано все было готово к этому а какие-то совместные проекты вот собственно с не знаю с гцс и избина от он и был то есть у них не хватило денег да не то что то есть вообще вы так ну как бы сотрудничать современным искусством пытаетесь я не могу сказать что мы это регулярно делаем но вот конкретно вот этот вот проект это конкретно этот проект вот эта химическая свадьба это был именно проект биеннале который нере не реализовался а можете чуть-чуть про него там подробнее рассказать и почему это был именно проект биеннале они что хотели почему они сочли что вот такой должен быть их проект их это центр или это собаки и не вот вот это собственно то что они собирались вот то что вы собирались делать на биеннале да они заказывали это как что если это был совместный проект их идея какая была почему отверстили все начиналось как опера но в процессе работы когда сложился коллектив который будет это делать то есть вот такие художники куда бегут собаки вот такой театр провинциальные танцы композитор жемчужников в итоге выяснилось что нужно не оперу делать ну то есть это опера с хорами там должен был быть мужской военный хор и женский хор монашек и это все эстетика тридцатых годов с птицей счастья в общем это все на самом деле очень интересно очень сложно словами я просто вот ну вот не донесу вот эту вот суть всю но это ну очень и очень банально не реализовано именно потому что не хватило вот средств а должны были именно вот в этих вот вот коридорах узких нет нет это должно было быть на киностудии или телестудия же телестудия да то есть там и зрители должны были располагаться вот по верхним ярусом и в общем там все вот уж ну то есть апробация площадки прошла все было сделано вся экспликация написано все придумано ну да большой большая история требует когда еще хоры понятно что это столько денег что они неизменны особенно сейчас конечно заканчивается очень очень грустно потому что вот современный танец его хочется делать более вот не только приглашая художников да там композиторов вот ну то есть такие уже вот более как бы качественным развернутым более обогащенным но хочется и привлекать масштабы другие совершенно да вот те же хоры да это сразу то есть когда продюсерам сказали будут два хора он сразу упал со стула сказал нет нет это потому что это сразу организационные сложные вопросы финансовые а хочется чтобы современный танец современный театр танцевальный он уже не существовал вот из на чистой территории да где-то там в бедном костюмчике из того что было хотя вот после нас это работает но там извините вложены деньги в аппаратуру которая создает этот феноменальный свет то есть с одной стороны пустое пространство вроде бы малобюджетно на самом деле нет а это аппаратура которую вы возите с собой куда вы то есть это совсем такая есть еще у нас вопросы какие-нибудь добрый день меня зовут зинаида страдупцева я искусствоведа я хотела бы спросить как вы занимаетесь музеификации собственных спектаклей что вы об этом думаете о вашем будущем и месте в истории эту смысле записью и сохранение или что-то другое до запись сохранения не только там видео и фото документация собирание разного рода эскизов и так далее брошюрок афиш это кому вопрос адресован ко всем нам мамы мы театр аги никак этим не занимается и и все есть музей бахрушина вот это и два раза ко мне обращались я какие-то эскизы им отправлял что с ними случилось я не знаю если честно у нас мы на заре своей юности что-то снимали вот эти на мини-диви кассеты ну че-то давно бросили это дело что никто никогда это не смотрят как сами мне интересно пересматривать нет смысла мне кажется с одной стороны это очень ну такая серьезная тема в которую надо вкладываться и соответственно тратить очень много времени на это и возможно все время а с другой стороны есть допустим спектакли которые фотогеничные а есть которые вообще нельзя показывать и смотреть на видео но вообще я как зритель живущий в провинциальном городе все-таки хотела бы чтобы были записи спектаклей потому что очень хочется смотреть то что ты не можешь посмотреть в живую это понятно что в каком-то вялом фоновом режиме это постоянно происходит это выкладывает видео которое не нужно было выкладывать иногда мы делаем какой-нибудь клепец и его ну как как промо материал ну как вот осознанное себя в убивании себе места в пентоне искусства нет такого нету вообще вот у нас например в театре существует проблема анонсного хорошего клипа для привлечения зрителей потому что все таки вот достаточно большое количество людей случайно попавших на спектакль они практически все возвращаются а случайно попали и вот тоже сейчас мера тел была мы играли ее в театре музыкальной комедии потому что тюз нам не дал площадку вот но театр музыкальной комедии хороший театр соотношение зрите количество зрителей и того чтобы они находились близко вот это не совсем хорошо а так все чудесно здорово и вот пришло некое количество людей случайно попавших которым все понравилось они сказали все хотим привести друзей и знакомых когда в следующий раз никогда в этом сезоне все поэтому вот это вот информированность через визуализацию более такая что ли объемная насыщенная а потому что когда ты просто приглашаешь людей приходите и я вот вам там объясню это не работает да особенно для тех кто не видел поэтому наверное это важный вопрос но этим должны заниматься какие-то отдельно выделенные люди профессиональные окажу все таки так получается что вы так давно начали работать так упорно расчищали это место для современного танца но вот в нашем в российском контексте и сегодня вы все равно уже имея с плечами опыт работы в большом театре вообще будучи звездой и так далее все равно говорите о том что люди как вы как вы сказали что этот круг потребителей все равно сужается и что так трудно привлечь новых зрителей как это просто вот с чем это связано на мой на ваш взгляд то может вопрос не только к татьяне но и к вам тоже я могу начинать ответить а потом отвечать и потом таня наверно присоединится мне кажется это просто бессознательно или как бы осознанно осознанно бессознательная политика государства государство должно заниматься развиванием развитием своего народа должна прививать ему какие-то не я не знаю высокие идеалы гуманистические цели и светлые ориентиры они погружаться в мразь мракобесия и пучину я не знаю самоограниченности и самоизоляции это именно не не личностная история эта политика государства а еще вы знаете меня мучает например вопрос я просто наблюдаю я достаточно ну не часто но с определенной периодичностью бываю в оперном театре и у себя и вот на спектаклях в большом театре в зале и наблюдая людей например на исторической сцене исключительно большая часть сидящих в партере особенно мужчин они как-то придремливают склоняют головы на плечо сидящим в антракте все идут и фотографируются на фоне шикарного золотого но это женщины в основном а приходят семьями билет в большой не знаю сколько стоит но наверное немало и вот например сидит а и даже невозможно купить балет до балет боедерка или спящая красавица идет с неизменным аншлагом ставится постоянно в репертуар вот высаживаются в первый ряд семья из пяти человек после первого отделения их остается четверо потом их остается трое то есть как бы не выдерживают мне кажется что современное искусство даже вот молодому и среднему поколению реально ближе да вот формат современного искусства потому что она поддерживается и технологиями какими-то процессами которые вот сейчас современные происходят и их мозг он вот так уже по-другому работает и очень много людей старшего возраста но почему-то вот эта традиция ходить в оперный театр обязательно и вести своего ребенка туда даже если ему там не будет нравится она существует а традиция начинать приводить детей в современное искусство любых его жанрах и проявлениях она отсутствует мой моей дочери 10 лет она высидела на балете под стулом примерно два акта спасла ее шоколадка на наших спектаклях она великолепно все смотрит на потом рассказывает все что происходящее какие-то свои мысли выдвигает то есть это зависит от мне кажется еще ну вот следование традициям да то есть вот если научать начинать научать ребенка вот воспринимать это смотреть и вот все-таки массовая культура на прямо вот на акулу похоже на просто вот такая зубастая а работает ли вы с детским собственно зрителем вы что-то делаете может быть какие-то версии я знаю что например в ансамбле батшева они делают просто версии своих спектаклей для детей и ходить буквально там пяти шести лет но вот я к примеру тел рассказывала мы несколько лет принимали участие в детском абонементе когда вот мы показывали части спектаклей которые вот могли визуально быть дети хорошо принимают сейчас мы сделали для себя тоже такой шаг в прошлом году тюз выпускал музыкальный спектакль русалочка и я делала хореографию с романом феодоре и там все танцовщики работают как то есть спектакль изначально намереваясь быть драматическим стал таким больше пластическим музыкальным и танцовщики которых раньше не предполагалось там быть то есть они выступают как герои которые поддерживают ну линию главной героини в течение всего спектакля его тоже привезли на маску показывали недавно я хотела вернуться к мере тел и спросить о материале о том чего все это начиналось потому что мне очень интересует визуальном театре вот этот момент взаимодействия откуда все это рождается и в плане относительно таблицы менделеева это с одной стороны система очень жесткая с другой стороны это все очень фрагментированно и вы из чего исходили когда начинали с этим работать из того что это система или из того что это фрагменты спасибо система из фрагментов состоит мне просто кажется мы уже об этом немножко говорили но может быть что то еще до ваши есть что-то новое сказать да но я не знаю вот вы по моему содержится ответ в вашем вопросе но мне кажется такой есть общее понятие что гармония состоит из хаоса ну и можно наоборот перефразировать это же выражение что хаос состоит из гармонии имеется ввиду это движение тел космических и не только подвержена системе но ведь вам же здесь что по умолчанию мир стремится к антропии да то есть все так или иначе будет разрушена забудется стопроцентно факт окей окей на 90 процентов мир стремится к антропии окей некоторое время тому назад было принято считать что мир стремится к антропии и поэтому наша задача как художника поддерживать мир в равновесии как бы не давать энтропии поглотить событий не ряд поэтому как бы наше движение понятно от хаоса к системе к порядку спасибо есть еще какие то вопросы а мне хотелось бы на самом деле сейчас вот поскольку таня закинула уже свое такое предложение по поводу работы с художниками над новым спектаклем мы конечно его адресуем нашей лаборатории но тем не менее мне бы хотелось чтобы вы чуть больше рассказали про этот спектакль чтобы примерно было понятно о чем идет речь как раз не очень хочу этим сейчас заниматься да то есть если возникнет вот интерес у некоторой группы людей то там уже можем более предметно пообщаться потому что это такой уже ну узкий предметный разговор а что в принципе же понятно стрикации муравей столкновение интересов и не про это понятно интересно в чем состоит задача что не до нет там же там же уже что-то что-то же уже придумано ну окей хорошо просто у нас действительно буквально осталось там 15 минут хотели бы вы о чем-то спросить перед нами сидящих прекрасных авторов или мы просто с ними еще немножко поговорим на разные темы связанные с вот пластическим и театром художника визуальным театром хотела задать вопрос насколько ну вот вы затронули тему того что современный зритель часто не подготовлен к современному же искусству да и как бы ну немножечко не дорос как на ваш взгляд должен ли художник постановщик режиссер должны ли они делать какие-то шаги навстречу зрителю и либо это уже получается что-то не тоже какой-то компромисс ненужный и вредящийся самому самому произведению а мне кажется вот я не знаю не очень как-то я готова воспроизвести точность фразы вот я например говорила не о том что он не дорос или не готов а массовая культура забирает пространство она забирает не только вовлекая человека туда но информационно а у современного искусства опять же тут никуда не убежать как бы это банально не было от недостатка средств информативности вот то есть люди могут даже не подозревать что вот такое существует рядом то есть вот как бы с этой точки зрения а отклик ну конечно вот я еще помню из обучения в институте если нет перципиента нет художественного произведения то есть это необходимо и вот это вот реализация себя на сцене она это же тут тот же элемент общения когда вот мы создаем мы в процессе общения существуем и когда мы выходим на сцену то мы тоже существуем да то есть мы отдаем и получаем но мы можем споры вступать это тоже неплохо да то есть кто-то будет уходить не соглашаться пожалуйста но главное чтобы это общение возникало была возможность этого возникновения я для себя теперь как бы ваш вопрос переформатирую так в том ли вопрос должно ли искусство быть понятно так как бы по-другому если спросить это же зависит от проектов и от ну как бы от конкретных работ я убежден что как бы это очень скучно если у каждого у коллектива только вот такие непонятные работы или только супер понятная работа художник должен развиваться чтобы развиваться нужно выходить из зоны в комфорт и входить какие-то совершенно не ну как бы неизвестные для тебя области жанры и и зрители тоже много в то же время опять таким как бы мы как как бы выстраиваем же какую-то стратегию ну как бы доноса своих идей понятно что как бы зрителю вот из окей там ничего не понятно ну хоть что-то должно как бы ему какие-то крючки должны быть у зрители не можем же как если все непонятно он просто от полно отторжения то есть тут какой-то должен быть наверно баланс я не знаю как это режиссура стратегия поэтому так сложно сказать и да и нет то есть но вообще как бы в целом мы считаем что мы должны воспитывать зрители они наоборот как бы упрощает упрощаться до зрителей нет мы должны зрители немножко тянуть наверх и рассказывать ему о чем о том что может быть раньше не знал какие-то новые технологии показывать но новые способы существования пограничные вот сейчас как мы сегодня несколько раз уже говорили форма существования как то так наверное татьяна немножко рассказала про проекты планируемые не реализованный поэтому вопросы к ахе что сейчас делаете или планируете это самостоятельный проект или это тоже к продукции у нас в ближайшее время есть и самостоятельный продукт и к продукции вот к продукции мы начали работать вместе тоже вот как станем и знакомы 15-20 лет и также у нас есть поль польские наши коллеги друзья театр синема который живет в деревне михайловицы тоже как и мы сделаем двумя художниками вот мы сейчас начали с ними репетировать такой спектакль по пьесе польского драматурга и поэта ежи ружевича называется картотека в 60ом году было написано вот мы делаем совместный проект потом после этого мы сразу начинаем даже не закончив картотеку начинаем как бы делать свой новый спектакль которого летом будет премьера называется кабинет диковин посвященный отчасти кунсткамер как бы тоже инспирирован вот идеи кунсткамеры кунсткамеры до кабинет диковин ну еще всякие разные проекты да на подходе сам жанр бурганики как и жанр камеры такой очень ваш жанр ну да ну да мы в прошлом году сделали большой проект который будем продолжать играть эта серия спектаклей между двумя между двумя вот его тоже хотелось бы популяризировать и распространить среди зрителя но вот кстати просто как вот как как иногда придумывается как бы спектакли да вот мы решили сделать такой как бы мета мега мега спектакль спектакль который невозможно реализовать то есть все идеи которые вот когда-либо нам приходили в голову которые мы хотели бы реализовать посвященной определенной теме мы сделали такой у себя в голове между друг другом такой виртуальный спектакль понятное дело чтобы реализовать все идеи заложены в этом спектакле вот если мы начнем подряд нужно я не знаю сколько мне но не 58 лет вот если сделать спектакль да понятно что даже технически в одном помещении не может быть сугран но тем не менее этот спектакль который вот непрерывно идя занял бы ну дней 10 например и поэтому как бы чтобы ну как быть реально как бы реально мы вот как бы из этого виртуального спектакле берем какие-то элементы и смотрим что одна на каждую конкретную сцену мы можем адаптировать что мы можем взять из этого нашего мега спектакля те элементы которые мы уже как бы взяли из этого мега спектакля мы закрепляем в какой-то форме и вот уже сейчас у нас есть с одним названием шик спектаклей шик 6 спектакли но каждый имеет подзаголовок. В общем-то, это все основано на базе с этой тибетской книгой «Мертвых Бардо Тадол», написанной тибетскими ламами в 8 веке. Это такая инструкция, что происходит с мыслеформой, потому что в буддизме души нету, после того, как человек умирает. И мы просто подробно исследуем состояние постмортум. И вот уже сейчас вышло некое количество успехов. И наша идея продолжать этот проект до тех пор, пока один из нас не умрет. Наша идея реализовать все вот эти элементы, попробовать все элементы этого спектакля, но фишка в том, что каждый день, каждую неделю, каждый, не знаю, как добавляется новый элемент в этот мета-спектакль. То есть нам не догнать ощущение при нашей жизни этот спектакль. Но у нас цель его сыграть. И будет продолжаться до тех пор, пока это будет возможно. Я видела два из шести, да, и не было ничего общего между ними. Но меня поразило второй раз, когда я его смотрела. У вас был какой-то там потрясающий эксперимент с кровью, где вы брали кровь у себя, приходили специальные медики, потом этой кровью рисовали и так далее. У вас вообще ужасно много всяких, ну, выглядящих, по крайней мере, опасно способов работы. Вы таким образом работаете только когда вы сами это делаете или с другими артистами? ну, это просто вот мы решили, как бы специально, это как бы совершенно сознательно для между двумя, мы выбрали такую форму, то есть никаких театральных подстав, ну, то есть прямо максимально, ну, как бы, ну, как бы, если нам нужна кровь, то мы как бы кровь берем из себя прямо на сцене, и, ну, значит, так надо, да. Такая идея. Ну, это, да, это жесткая такая... А и тема, собственно говоря, какая-то, как бы, для многих болезненная, в принципе, в европейской культуре, в нашем городе не принято говорить о смерти, не принято говорить о мертвых, не принято говорить о том, что происходит с тобой, с твоим сознанием после того, как ты умираешь. А нам, после, вот, собственно говоря, смерти нашего друга и композитора, и соавтора, и актера, как-то показалось важно немножко подумать на эту тему, немножко как-то соотнестись. И потом же годы тоже ведь идут уже. Ну, и отвечая на вопрос Дины, себя мы безгранично можем ставить на острую границу между реальностью и небытьем, но когда мы делаем совместные проекты, конечно, мы учитываем особенности. А они последовательны? Да. Нет. Ну, а потом это же только выглядит, там же, ты же правильно сказал, что это специальные люди, это же приходят медики, это же не просто берет куда-то кровь из-под воротни. Мы сперва там сдаем кровь в диспансере, чтобы у нас точно не было никакой желтухи, чтобы они объявили, что мы кого-то заразили. То есть у нас как бы есть как бы подготовленные, все вот эти истории, они подготовленные. Приходит медсестра, все стерильно. Смотри, страшно. Ну, кроме этого, в театре большие риски и известны случаи, когда во время спектакля падает прибор световой рядом с актером, случайно совершенно, не запланированно. бесконтрольно. То есть театр вообще опасная штука. Так, собственно говоря, и жизнь. Не, ну вы так рискуете прицельно, потому что я каждый раз, когда смотрю, когда там суется в рот зажженная лампочка электрическая или там что-нибудь еще в этом роде, это, конечно... Ну, исследование пограничных состояний, это очень интересно. Ну, это же еще связано с тем, что все-таки ваше искусство всегда было очень тесно связано с вашим образом жизни. Ну, то есть, я не знаю, есть ли сегодня... Является ли это модель художника, его поведение сегодня популярное и востребованное? Ну, хорошо, не в современном искусстве, а в театре конкретно. Кто у нас еще такой? Их мало. Мне интересно в этом смысле, чему вы учите в визуальной лаборатории, как можно передать опыт как бы жизни своей, как жизнетворческий, да, людям, которые пришли зачем? За ремеслом? Да нет, мы просто исследуем вот аспект, когда тело становится очень выразительным на глазах у изумленной публики. И есть вот такие технологии, когда ты себя ставишь на грань какую-то, да, и к тебе моментально прикоковывается большое количество внимания, и ты обостряешь просто восприятие, и человек начинает испытывать новые какие-то эмоции, необычные для повседневной жизни. Ну, и это выразительное средство, это интересно исследовать и привлекать к этому свидетелей. Ну да, но потом вот эти элементы, которые говорится, у нас же идея не имитировать ничего на сцене. То есть, опять-таки, с одной стороны, что касается эмоций, каких-то физических ощущений, переживаний того же боли, страха, неуверенности, как бы мы прямо вот как бы работаем с этими как бы реальными чувствами, с одной стороны. С другой стороны, мы очень много имитируем, но тогда мы осознанно это называем имитацией ритуала. То есть у нас сейчас вот как бы это может выглядеть вполне как обычная какая-то наша беседа, например, или трапеза, но на самом деле у нас внутреннюю основу. У нас сейчас имитация ритуала, мы имитируем. По этому возникает некая строгость и ограниченность в возможностях. А чем, уже повторяюсь сутки раз, чем больше мы ограничиваем себя или в других возможностях, тем больше как бы накал выразительности, вырастает выразительность, изобретательность и чего угодно. Но при этом момент ответственности все равно присутствует. То есть если мы делаем какую-то острую вещь, сложную, технологическую или опасную для здоровья, то все равно продумывается все до мелочей, чтобы это произошло. Ну и опять-таки, как бы немножко с другой стороны отвечаю на другую сторону вашего вопроса. Да, мы сознательность, вот я, например, Пашка, мне кажется, тоже сознательность, стираем границы между искусством и жизнью. Во многом наши поступки достаточно с такой общепринятой точки зрения выглядят достаточно эксцентрично. Поведение бывает достаточно вызывающее. Суждения весьма категоричны. Ну и так далее. Это такая позиция, как бы человек-объект. Образ жизни, да. Ну да. То есть абсолютно сознательный отказ от каких-то вещей или наоборот, использование там, не знаю, точка. Период. Я, собственно, хотела сказать, что, если это все адресуется, как Кристина сказала, чему вы учите, в то, да, своему ли образу жизни, я бы так не сказала, но я одно могу сказать, что для меня совершенно очевидно стало, что эта пара просто прирожденные педагоги, невероятно, да, во-первых, они точно знают, что хотят, и точно ставят задачу, отлично анализируют то, что получается, и просто они очень обаятельные, и поэтому, а это самое главное, потому что это очень заразительно для людей, которые пришли учиться, и дальше уже они могут себе копировать этот образ жизни, или не копировать, или брать что-то другое, но важно, что это заразительно, а это действительно ужасно заразительно. Пожалуйста. Есть ли у нас какие-то еще вопросы, потому что нам сейчас уже время пришло заканчивать, перед нами такие прекрасные спикеры, на что-то одно они еще могли бы ответить, но не более того. Ну тогда спасибо вам большое, хотите ли вы, может быть, что-то еще сказать? Нет? Большое спасибо, Москва! Заражайтесь от нас обаятельностью и гармонией. Заражайтесь от Татьяны строгостью и выразительностью. Заражайтесь от Дины концептуальностью и организованностью. Спасибо! Спасибо! Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok